Ну, теперь уж мы совсем готовы к тому, чтобы заняться логикой. И первое, с чего мы начнем, это мы рассмотрим разные типы логических аргументов. Что такое аргумент? Значит, поскольку мы занимаемся апологетикой, и мы будем именно использовать вот эти вот термин аргумента, но если кто-то из вас будет изучать, захочет изучить классическую логику, то там будет то же самое значение иметь термин умозаключение. Потому что у нас умозаключение не просто для уморассуждения, а для распространения христианского убеждения мы его называем аргументом. Это последовательство утверждений, содержащих предпосылки, и высказывая в поддержку заключения или вывода. То есть любые утверждения, в которых есть предпосылки, и вывод, которым эти предпосылки ведут, это и есть аргумент. Кстати, не всегда все предпосылки могут быть сказаны, они могут подразумеваться. Иногда вывод может подразумеваться. Например, вот такой интересный вид аргумента, когда подразумевается вывод, называется риторический вопрос. Доколе не будут студенты сдавать вовремя письменные работы. Я не жду ответа от студентов. Я знаю, что ответов студенты могут придумать огромное количество, один интереснее другого. Вопрос, да, вопрос риторический, он не требует ответа, но это аргумент. Просто вывод подразумевается. Вывод, что работы должны лежать на столе. Индуктивный аргумент. Индуктивный аргумент ведет от набора ограниченных примеров к общему правилу. Ну, например, когда Петр перечисляет, какими свойствами должен обладать Мессия, и покажет, что такими же свойствами обладает Иисус, из чего он делает общий вывод, что Иисус и есть Мессия. Это индуктивный аргумент. Дедуктивный аргумент. Дедуктивный аргумент, наоборот. Есть у нас общий принцип, из которого мы делаем следствие. Ведет от общих утверждений к частному выводу. То же самое можно говорить про проповедь. Это, допустим, проповедь, которая у меня будет на воскресенье. Я сейчас подошел, брат, и сказал, мне, пожалуйста, план проповеди предоставь. Потому что... Ну, вообще-то я планировал индуктивную проповедь. То есть у меня не может быть плана. То есть если я заранее дам план, то весь интерес-то пропадет. Потому что заранее будет известно, к чему я веду. Вот. Дедуктивная проповедь. Выходим, прочитали там Писание, и теперь мы его применяем. Кстати, проповеди Иисуса были индуктивными или дедуктивными? Индуктивными. Иисус рассказывал истории, Он показывал. И все это приводил к принципу. Он приводил к выводам, причем зачастую не к тем выводам, которые мы ждем. Вот. И люди слушали Его, открыв рот. Слушали Его, как власть имеющего. Наши сегодня, чаще всего, проповеди в церквях индуктивные или дедуктивные? Дедуктивные. Мы разучились проповедовать в властью Иисуса. В Библии записана одна единственная дедуктивная проповедь Иисуса. Это самая короткая из Его проповедей. Он встал, прочел Исаия, потом встал и сказал, вот теперь это все исполнилось. Самая короткая дедуктивная проповедь. Вы знаете, как-то меня пригласили на евангелизацию в один город, и мы попали в снежную бурю. Хоть надо 600 километров ехать, значит, мы опоздали. Но евангелизация должна была быть на следующий день. А в этот день было вечернее богослужение, на нем я должен был проповедовать. Ну, я тоже пригласил такую индуктивную проповедь такую, значит, которую должна была в конце привести. А церковь такая старая, традиционная, значит, большая, там много и молодежи, и пожертвных людей, но они полностью удерживаются старой традицией. Ну и вот мы опоздали, я вот в чем был с дороги там, значит, меня там под хорами провели, на трибуну выставили. Народ пока меня нет, стоит, значит, поем. Споем такое, там, споем такое, там, споем такое, там, споем такое, там, значит, они уже напелись на год вперед, значит, меня на кафедру, они спели и стоят. Я не знаю, что делать, люди, люди стоят, значит, не сидятся, я в этой церкви впервые, я не знаю, что у них тут что-то завяжено. Вот, и мне говорят, что ты прочти стих, на который будешь проповедовать. Они скажут, аминь и сядут. Вся моя индуктивная проповедь тут же, значит, ну, я что делаю, я открыл Библию на первом прошлом месте, пошел, и сказали, аминь и сели, а дальше я уже, значит, с вами проповеди. Вот, но, нужно помнить, что очень часто мы вот в плену вот этого одного типа проповедования, дедуктивный метод проповедования, это был способ проповедования в синагогах. Вот, Иисус проповедовал в основном индуктивно. Есть место для индуктивной проповеди, есть место для дедуктивной проповеди, есть место для нарративной проповеди, просто вот историю какую-то рассказать. Вот, мы не должны замыкаться вот в одном типе проповедования. По примеру, с проповедью понятно, что такое дедуктивное аргумент, что такое индуктивное аргумент. Силлогизм. Ну, греческие училия знают, что слово значит. Одно слово буквально. Силлогизм – это простейшее одиночное высказывание. Силлогизм называется простейший дедуктивный аргумент, состоящий из двух предпосылок и одного заключения. Например, Евангелие – это часть Нового Завета, Новый Завет – часть Библии, следовательно, Евангелие – это часть Библии. То есть, есть две предпосылки, одно заключение – это простейший дедуктивный аргумент, вот именно такого типа аргумент называется силлогизм. Это как бы одно альфметическое действие в логике, один элемент. Обоснованный аргумент. Обоснованный аргумент – это аргумент, который составлен так, что при истинных предпосылках он не может быть ложным. Обратите внимание, обоснованность – это свойство аргумента, а не предпосылок или вывод. Могут быть в обоснованном аргументе ложные предпосылки? Могут. Может быть, у обоснованного аргумента ложный вывод. Может. Просто само построение аргумента таково, что если предпосылки будут правильные, тогда и вывод будет правильным. Если предпосылки неправильные, мы ничего про вывод сказать в принципе не можем. Потому что да, просто вывод к этому аргументу не относится. Вот. Таким образом… Вот этого вообще еще нужно помнить, что обоснованный аргумент – это не значит, что аргумент правильный. Обоснованность – правильно составленный, но дальше еще и зависит, что же в него ставлено. Вот, допустим, компьютер – это машина, которая обоснованная ложкой. Ну вот. И когда мы читаем в новостях, при помощи компьютера, подсчитаем… Опять же, можете зайти на наш сайт, посмотреть эти новости или подписаться. Это буквально недавняя новая, что вот ученые открыли, что древнее общество людей возникло благодаря сопротивлению, значит, нашествию хищников. Они, значит, они составили компьютерную модель, и компьютерная модель показала, как это происходило, ну, просто прекрасно. Что от этих древних людей у них есть? Несколько костей. Вот они смотрели на эти кости и пришла им в голову идея. Жили ли эти люди в обществе благодаря, значит, сопротивлению хищников? Составим-ка мы такую компьютерную модель. Компьютер – это система под названием ГИГО. Горбич-ин, горбич-аут. То есть мусор не увел, мусор получил на выходе. Он честно и правильно обсчитал весь этот мусор. Вот. И бред всякий выдал на выходе. И всякий раз, когда он говорит, что это правда, потому что это посчитано на компьютере, не верьте. Потому что что-то посчитано на компьютере само по себе не делает это. Правда или неправда. Правда или неправда – это делает те данные, которые в компьютере изначально были введены. А данные могут быть введены либо правильные, либо неправильные, либо неправильно истолкованные. Потому что, опять же, наша страна находится, у нас национальный кризис, 50% населения ниже среднего интеллектуального уровня. Имеют интеллектуальный уровень ниже среднего. Действительно, мужик. Представляете, 50% населения имеет... А что такое средний уровень? Средний уровень, это тот самый уровень, от которого 50% выше, 50% ниже, по определению. То есть, как говорил Черчилль, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. То есть, манипулируя вот этими цифрами, совершенно забирая их от их значения, мы тут же можем так все идем, значит, штурмовать Государственную Думу, нужно страну спасать. А у нас же как, чтобы Россию спасти, всегда обязательно надо кого-то биться, иначе мы спасать не умеем. Вот. Значит, точность, то же самое относится к... То есть, обоснованность аргумента, это ваш аргумент, он как компьютер. Он точно обсчитает введенные в него данные, но если данные неправильные, вывод неправильный. Если данные правильные, то точно вообще так он даст и правильный голос. Обоснованность – это характеристика аргумента, а не данных. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok